В администрации Ленинского района города Чебоксара подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший дворник района» и наградили лучших. Такое мероприятие направлено на повышение качества, содержание жилфонда, повышение ответственности ЖКХ, активности населения и территориальных общественных самоуправлений по контролю за качеством работы управляющих организаций и дворников. Но каждый житель должен понимать, что за чистоту во дворе отвечает весь дом. Мы подвели итоги за январь месяц. У нас управляющие компании предъявили своих работников, которые добиваются высоких, хороших показателей в работе, где дворы содержатся в чистом состоянии в любое время. Работа участников оценивалась по девяти критериям. Своевременная и качественная уборка дворовых территорий, обработка тротуаров, скалывание наледей, уборка подъездов и лестничных площадок. В администрацию Ленинского района поступило девять заявок. По итогам января дипломом третьей степени и сертификатом на пять тысяч рублей наградили Светлану Степанову, которая трудится на территории площадью 580 квадратных метров по улице Совхозная, дом 13. Премию в размере десяти тысяч рублей и диплом второй степени получили Евросинья Николаева и Галина Дмитриева. Они вдвоем обслуживают дом номер 17 по улице Кукшумская общей площадью в четыре с половиной тысяч квадратных метров. Победителем в Ленинском районе стала Маргарита Хритонова, которая получила премию 15 тысяч рублей. Ей приходится держать в чистоте территорию около четырех с половиной тысяч квадратных метров, а также два дома номер 109 и 117 дробь 1 по улице Богдана Хмельницкого. Жители домов оценили работу дворника по достоинству. Этот год был очень тяжелый. Каждый день шел снег. Я убирала практически до асфальта. Вот и заболела чуть-чуть. Спасибо за то, что уделили внимание и оценили мой труд. Конкурс продолжится до весны. В конце каждого месяца будут проводиться итоги с целью выявления победителей и призеров. Ежемесячный призовой фонд составляет 90 тысяч рублей. Финансирование конкурса осуществляется за счет муниципального бюджета. Инна Гаврилова, Владимир Васильев. Жизнь столицы.